7 июля в нескольких метрах от Кремля и Госдумы группа балкарцев начала голодовку с древним как мир требованием землю крестьянам. В 1990-х годах мы не получили доли от бывших колхозов-совхозов. Колхозы переименовали в КДП, коллективно-долевые предприятия, но никаких для чего не было. Просто название поменяли, так все осталось. И вот в течение уже 20 лет балкарский народ лечен возможности работать на своей земле. Это усугубилось теперь и принятием в 2005 году законов 1913. Это республиканские законы, которые противоречили российскому закону номер 131, об основах местного самоправления Российской Федерации. По моментам и законам Кабардино-Балкарии, большие территории, пастбище, луга, находящиеся вне непосредственных границ населенных пунктов, были названы межселенными и переданы извинения сельских муниципалитетов под управление властей республики. Мы, оспаривая свою правоту, дошли до Конституционного суда и выявили несоответствие Конституции этих законов. Но региональная власть уже три года игнорирует определение Конституционного суда. «Люди косили поклонников на этой территории. Вот после того, как ввели 12-13 законы республиканские, были случаи, выехали на Сейнокос, а там уже другие люди. Это наша земля, говорят. Мы его арендуем. А он говорит, ну как же так? Мой отец, мой дед здесь косил. Всю жизнь мы косили здесь. Они говорят, нет, мы вот бумаги, мы арендовали. Это уже не ваше земля. А это где было? Это вот было в Кенделене. Село Кенделен, Эльбургского района. Сегодня невозможно получить кусок земли и обрабатывать. Ни гектаром не распоряжаются сельские муниципальные образования, где проживают этнические болгарцы». В петиции, которые переданы президенту России, голодающие требуют исполнения двух решений Конституционного суда, которые признают неконституционность положений законов КБР об образовании межселенных территорий и упразднение сельских муниципалитетов без учета мнения населения, как это произошло с селами Хасания и Белая речка. «Что мешает республиканским властям? Вернуть муниципальный статус Хасания и Белая речки. А сейчас у них какой? Они там упразднены, упразднены муниципальный статус у этих сел, они включены на город Нальчик». «В нашей республике, в Кабарне-Балкарии, абсолютно не работают российские законы. Например, один пример я скажу. Наше село самое большое в Балкарии, где-то около 12 тысяч человек, не спрося никого, взяли и присоединили к городу, отняли все привилегии сельчан». «А какие были привилегии? Что-то поменялось?» «Ну, например, налоги поменялись». «Больше стали?» «Больше стали. А почему?» «Ну, в городской сетке там больше, а в сельской меньше». «А страхование в Двое?» «Сейчас в Хасанье где-то 800 человек, которые требуют, записались в очередь, чтобы им дали земельные участки для постройки, а это не делается. А если бы мы сами распоряжались, значит, желающим дали бы на постройку земельные участки». «Автострахование. Городской коэффициент единица, сельское 0,5». «А, то есть в два раза больше». «И раз я, например, для скота не могу выйти вот за село в Хасанье и украсить все, да». «Кроме мисселенных территорий, даже на тех землях, которые переданы селам, села свою выгоду не получают. Почему? Потому что кто, как, я не знаю, полоббировал на федеральном уровне и внесли изменения в земельный кодекс, где гласит до разграничения собственности на землю, землю распоряжается в муниципальный район. Что понимают районы чиновники? Как землю распоряжаться в далеком селе? Где, какой орык? Куда, какой скот надо ставить? Где селнокос, где пастбище? И так далее, так далее». «И как они распоряжаются?» «Сегодня земли пустуют. Федеральные органы каждый день повторяют, что они делают все, чтобы создать рабочие места на Кавказе. Программы готовят разные, деньги направляют. А мы-то всего лишь просим, чтобы нам земли свои отдали, дали нам возможность работать на этой земле». «Я работаю здесь инженером. Пришел поддержать своих земляков в их законных требованиях. То есть очень переживаю за них, потому что люди на такой жаре голодают по возможности. Почти каждый день прихожу, то есть чем могу, помогаю. А сегодня мы пользуемся многолетних тяжеб, судебных и так далее, митингов, пикетов. Вот уже пять лет боремся. Вот как я говорю, борясь, прошли через страшные преграды, такие как противодействие силовых структур. Кроме того, был убит глава села Хасания Артур Зукаев. Были избиты члены Совета Старейшин, которые инвестировали судеб на Инске и так далее. Недавно была закрыта Сообщественная Организация Балкарцев, Совет Старейшин Балкарского Народа по обвинению в экстремизме. Получается, силы неравны. Что нас и вынудило теперь приехать в столицу нашей Родины, надеясь, что здесь обратят на нас внимание, раз они ищут выходы по стабилизации обстановки на Кавказе. Мы тоже этого предлагаем. Мы предлагаем, всего лишь просим, чтобы российские законы работали на Кавказе, в Кабарино-Балкарии в частности. Десять человек у нас изначально было, один в больнице, с сердечным приступом его увезли в больницу позавчера. Он еще в больнице? Он в больнице, да. Гулиев Юсуп. А другой по семейным обстоятельствам сегодня уехал домой. У нас сейчас восемь человек, и мы намерены до конца стоять, пока внятного ответа не получим от федеральных органов. Мы были в общественном приемной президента два раза. Вот всей делегации отсюда ходили, да? Нет, втроем ходили два раза. Что вам там сказали приемные? Пока ответа нет. Как у вас самочувствие голодающего? Ну, сейчас ноги опухают у всех. Акция проходит не только в Москве. Балкарцы голодают также у офиса полпреда президента России Александра Хлопонина в Ессентуках и в нескольких селах Балкарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин